Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. Давайте сегодня рассмотрим очередную интересную дорожную ситуацию. Обгон является одним из самых ответственных, сложных и небезопасных маневров. Нарушение правил обгона входит в топ-3 причин совершения дорожно-транспортных происшествий. Именно поэтому обгон имеет большое количество запретов и ограничений. Запутаться в которых легко и просто. Ну давайте к примеру ответим на вопрос нашей сегодняшней задачи. Нарушает ли правила обгона водитель легкового автомобиля в данной ситуации? Нам предлагают следующие варианты ответов. Нарушает, выполняя обгон автомобиля скорой помощи с включенным проблесковым маячком. Нарушает, выполняя обгон на перекрестке. Нарушает, выполняя обгон на пешеходном переходе. Нарушает требования первого, второго и третьего вариантов ответов. Или все-таки водитель легкового автомобиля правила обгона не нарушает. Итак, время пошло. Да, водитель легкового автомобиля в данной ситуации намереваясь выполнить обгон однозначно нарушает правила дорожного движения. Ну что же запрещает ему выполнять обгон в данной ситуации? Обгон на перекрестках запрещен, но не всегда. Мы с вами, приняв все меры предосторожности, имеем право выполнять обгон на нерегулируемых перекрестках при движении по главной дороге. Как раз на таком участке дороги легковой автомобиль и намеревается выполнить обгон. Нам с вами запрещается обгонять автомобили с включенным проблесковым маячком синего или синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом. В данной ситуации водитель скорой помощи специальный звуковой сигнал не включил, а значит и совершать обгон автомобиля с проблесковым маячком можно без проблем. Но намереваясь обогнать автомобиль скорой помощи в данной ситуации, водителю легкового автомобиля придется закончить маневр после зебры. Соответственно обгон будет выполнен на пешеходном переходе, что запрещено правилами дорожного движения. Соответственно правильный вариант ответа номер 3. Водитель легкового автомобиля намереваясь выполнить обгон на пешеходном переходе нарушает правила дорожного движения. Ну вот и все. Надеюсь, что разбор данной задачи был вам интересен. Я же с вами прощаюсь. Желаю вам удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»